И к другим темам. 23 июня госслужащие страны отметят свой профессиональный праздник. Накануне этой даты североказахстанские специалисты принимали поздравления от руководства области. Репортаж Кристины Горбаченко. Государственной службе страны осенью исполнится 20 лет. В 2013-м ее перевели на новую модель, и тогда же президент определил 23 июня профессиональным праздником. От имени главы региона североказахстанских специалистов поздравил его заместитель Мадияр Кужахмет. В нашей области государству служат порядка 5000 человек. По признанию ведущих зарубежных экспертов, созданная за годы независимости казахстанская модель государственной службы является одной из лучших в СНГ. Таким образом, мы видим, что на сегодня созданы все условия для успешно функционированной государственной службы. Сегодня на территории области функционирует 539 государственных органов, где работают около 5000 государственных служащих. Наибольшую долю составляют государственные служащие в возрасте от 30 до 39 лет. Это у нас 37%. За верность профессии и безупречную работу госслужащие получают почетные грамоты от имени Акима области. Морал Мульдинова на праздник приехала из Тимирязевского района. Она финансист и знает, как развивается родной край в цифрах. В честь профессионального праздника – благодарственное письмо. Я работаю главным специалистом по экономической политике, отдела экономики и финансов Тимирязевского района. Стаж работы около 20 лет. Моя работа заключается в формировании, в анализе социально-экономических показателей, развитии района. Работа очень ответственная. Награждали сегодня и родителей госслужащих. Это семьи, чьи дети в этом году участвовали в республиканском конкурсе на лучшего специалиста. Лучший молодой государственный служащий из Тимироксанской области. Но, пожалуй, самым волнительным этот день стал для молодых служащих. Три человека торжественно приняли присягу. Мадьяр Жангудин сразу после окончания СКГУ начал работать в городской жилищной инспекции. Но осенью его забрали в армию. Через год он снова вернулся к своим коллегам. Решил для себя поступить на госслужбу, так как госслужба предусматривает стабильность, обеспеченность жильем и карьерный рост. Основные мои обязанности – это государственный контроль в сфере управления жилищным фондом. То есть это проведение неплановых проверок в соответствии с предпринимательским кодексом. Еще ряд госслужащих в честь профпраздника получили награды председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпикбаева. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.